Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Михаил Атаманов. Искажающая реальность. Книга 9. Введение. Оборона столицы. Планета Урми-2. Историческая прародина Мейлонской расы. Звездный город. Столица Союза Мейлонских Прайгов. Западный храм памяти Великой Первой Самки. Некоторых участников экстренного собрания правителей Мейлонской расы пришлось ждать. И великая проповедница Лэнг Амиру Умаяу не стала скрывать своего раздражения, поделившись недовольством с 19 другими появившимися вовремя лидерами крупнейших прайдов Мейлонцев. Считаю это форменным безобразием. Обсуждаемая сегодня тема как никогда важна. Оборона столичной системы Урми. Но запаздывают сразу трое участников собрания. Не вижу командующего Первым Звездным Флотом Кунг Пушира. Хотя именно его кораблям отводится основная роль в грядущей битве. Также отсутствует глава службы Мейлонских Архивов Лэнг Тир Мяус. А ведь он раньше всегда был пунктуальным. И наконец не появилась командующая Четвертым Звездным Флотом Кунг Кисси Мяу. А разве Кисси до сих пор не лишена должности руководителя флота и места в Совете Правителей? Удивилась и даже недовольно скривилась белоснежная грациозная красавица Лэнг Айви Умау. Самая молодая из трех ныне живущих в воплощении Великой Первой Самки. Вообще-то я полагала, что после чудовищного разгрома в системе Y-567, где командующая потеряла свой флот в ненужном периферийном сражении с композитом, приведшем нашу столицу в столь уязвимое состояние, Кисси Мяу нет места в приличном обществе. Формально еще не лишена. Ответил командующий Вторым Звездным Флотом очень уважаемый в среде военных Лэнг Рау Мяяу. Хотя я тоже считаю, что после той проявленной вопиющей некомпетентности, командующей Четвертым Звездным Флотом, нечего делать в составе Совета Правителей. Предлагаю. Снова подала голос Лэнг Айви. Раз этот вопрос почему-то еще не решен, немедленно проголосовать за низложение Кисси Мяу со всех занимаемых этой самовлюбленной выскочкой постов. Нечего тянуть с этим вопросом и нервировать наших подданных. Великая проповедница закрыла глаза и недовольно покачала головой. Все шло по предсказанному опытными прорицателями и ищущими правду сценарию. Но насколько же несвоевременным стал этот конфликт меж правителями Союза Мейлонских Прайдов? Сейчас, когда необходимо было забыть все старые обиды и умерить личные амбиции, объединив силы всех Прайдов для обороны столичной системы Урми, сразу два лидера выступили против главы Прайда Острого Когтя, крупнейшего из мейлонских Прайдов, объединяющего более 30 миллиардов граждан. Однако формальный вызов был брошен, и проигнорировать этот призыв ведущее собрание Великая проповедница не могла. Кто поддерживает решение не изложить главу Прайда Острого Когтя? Великая проповедница внимательно одного за другим оглядела правителей Союза Мейлонских Прайдов. Поднялось всего две лапы, Айви Умау и Рау Мяяу. Командующий третьим звездным флотом Лэнг Уау Мяу тоже поддержал было решение о неизложении, но увидел общий расклад и предпочел отказаться от своего решения, быстро опустив лапу. Мудрое решение. Великая, как Кунг Кисимяу по-прежнему продолжали называть в народе, несмотря на недавний военный разгром ее флота и предпринятую против нее мощнейшую информационную атаку, милосердием к своим политическим противникам никогда не отличалось. Решение не поддержано, подытожила Лэнг Амиру. После чего напомнила собравшимся, что за Кунг Кисимяу стоит Прайд Острого Когтя и союзные ему Прайды, а это полсотни обитаемых планет и каждый пятый боец в Мейлонском космофлоте. Да, кто-то из собравшихся мог полагать, что известность и авторитет, командующий четвертым звездным флотом, чрезмерно поднялись в последнее время, что Кунг Киси стала затмевать собой остальных лидеров союза Мейлонских Прайдов и даже начала говорить от имени всех мейлонцев, а не только своего Прайда. Но такова уж новая реальность, с которой остальным лидерам придется отныне считаться. Великая проповедница также напомнила, что союз Мейлонских Прайдов получил уже 45 дипломатических нот от соседних государств, в которых иногда в достаточно мягкой форме, а иногда и недопустимо резко, высказывалось недовольство преследованием прославленной Мейлонской командующей. Король Трилов Гугу I, глава Гекхо Кронг Девая Шпир и даже лидер своры Мелифатов Кронг Лаа Ушвайз потребовали немедленно прекратить гонение на Кунг Кисимяу, в которой видели надежного союзника и военного лидера, показавшего самые высокие результаты в войне против опасных агрессоров из другой галактики. Второстепенные расы также не остались в стороне и присоединились к дипломатическому Демаршу. Клоопы, Кристалиды, Джарги, Люди Земли, Люди Тайлакса и Люди Синдиката Гильвары также прислали дипломатические ноты протеста. Через посредников Мелифатов дипломатическая нота поступила от императора людей Георга I, и даже некие эльвины прислали свой протест, хотя великая проповедница честно призналась, что понятия не имеет, кто они такие. Обычно молчаливый глава Мейлонской разведки Кунг Вау Мяу вдруг решил взять слово и прояснить непонятную ситуацию. Эльвины – высокоразвитая и могучая космическая раса, чьи территории протянулись на сотни тысяч световых лет и включают множество звездных систем. Они граничат с империей людей и даже вели с ними затяжную войну, но 8 лет назад подписали с Георгом I мирный договор и заключили с людьми империи военный альянс. По данным нашей разведки, у эльвинов имеется могучий военный флот в 20 тысяч звездолетов. Все замолчали, принимая к сведению новую, весьма важную информацию. С официальной позиции еще одной великой космической расы стоило считаться, хотя командующий вторым звездным флотом Лэнг Рау Мяяу лишь недовольно фыркнул. Да какая разница, сколько у этой расы кораблей? Их территории находятся очень далеко. Даже дальше империи Георга I, до которой звездолетам лететь более 10 лет. Откуда они вообще могут знать про Кунг Кисси и какое эльвинам дело до наших внутренних мейлонских разборок? Их предупреждение можно подтереться, поскольку это пустые, ничем не подкрепленные угрозы. На вашем месте, командующий, я бы не был столь категоричен. С уважительным поклоном возразил глава разведки. Один из малых флотов империи прямо сейчас проходит открытой для них цепочкой варп-маяков с ворами Лейфатов и преодолел уже треть пути. Подозреваю, что это разведчики, изучающие маршрут перед передислокацией более серьезных сил империи. К тому же, возможно, эта информация утонула в потоке сообщений последних дней и не была замечена вами. Но империя людей заявила о своих правах на необитаемую звездную систему GF-111K на границе с ворами Лейфатов и территорией Гекхо. Никто из других космических рас в отведенный законом срок не оспорил эту заявку. Так что формально система GF-111K отошла людям империи. Получается, Георг I и его военные советники уверены в возможности достичь этой системы, от которой до наших территорий всего 8 дней полета. Собравшиеся зашумели и начали активно комментировать полученную информацию. Выходило, что далекая полумифическая империя Георга I и Эльвины вполне способны перебросить свои боевые звездолеты к границе Мейлонцев, и эту возможность нужно было отныне учитывать. «Я могу объяснить, откуда Георг I и его союзники осведомлены о Мейлонцах и Кунг Ки Симяу», — снова вступила в беседу великая проповедница. Недавние переговоры с империей вел свободный капитан человек Кунг Камар, а в его экипаже немало Мейлонцев. Более того, переводчицей на тех переговорах выступала Мейлонка Герт Айни Уремяйю, хорошая знакомая и даже близкая подруга правительницы Кунг Ки Симяу. Она же присутствовала и на прошедшей позже неформальной встрече двух лидеров людей в узком кругу, так что имела возможность рассказать о своей далекой родине. В этот момент на площадке загорелась еще одна голограмма. К собранию запоздало присоединился Лэнг Тир Мяус, глава службы архивов. Мудрый ученый низко поклонился собравшимся и извинился за свое опоздание, вызванное, по его словам, необходимостью лично проконтролировать погрузку на транспортные звездолеты бесценных артефактов звездного города, эвакуируемых подальше от войны. «Я что-то пропустила? Разве эвакуация столицы уже объявлена?» «Новострила ушки Лэнг Ява Ури Мау, безукоризненной красоты Мейлонка, также считающаяся одной из трех ныне живущих воплощения великой первой самки. Разве не следует тогда приступить к эвакуации ценнейших произведений искусств из наших музеев? Лэнг Ява Ури Мау возглавляла департамент прекрасного, от лица Совета правителей покровительствуя мейлонским живописцам, скульпторам, танцорам и музыкантам, а потому ее интерес был профессиональным. «Нет, официального сообщения об эвакуации столицы не звучало», заметил глава департамента информационных коммуникаций. «Полагаю, что такое сообщение никогда и не прозвучит, поскольку сразу же подорвет веру в силу наших военных и вызовет ненужную панику среди населения». КОНЕЦ